Сегодня в рамках подготовки к единому дню голосования территориальная избирательная комиссия провела проверку государственной автоматизированной системы ГАЗ-выборы. В тестовом и в рабочем режиме члены избиркома, представители избирательных объединений и кандидаты в депутаты городской думы тренировали навыки обращения с комплексами обработки избирательных бюллетеней. Подробности нашей еженедельной рубрики «Время выбирать». Все эти исходные данные, о чем он говорит, находятся вот в этой флешке. Все выгружаю я из своей государственной автоматизированной системы. Комплексы обработки избирательных бюллетеней или КАИБы – неотъемлемая часть системы ГАЗ-выборы. В Лабутагах они впервые опробованы на четырех избирательных участках на выборах президента России в 2012 году. Участков ими оборудованных с тех пор больше не стало. Это, к сожалению. Но вектор выбран правильно. В конце концов, страна придет к электронному голосованию, то есть информационные технологии войдут. И так входит в жизнь каждого из нас. Но, безусловно, должно быть реализовано в избирательном праве. Потому как система, скажем так, позволяет вести, сделать процедуру голосования прозрачной. И тем более, что это юридически легитимно. Участники тренировки запускают машину бюллетеней с надписью «Тест». Она отличает действительные бюллетени от недействительных, в которых отметок нет или больше, чем надо. Не обманут ее и бюллетени неустановленного образца, без печати участковой избирательной комиссии. Для подтверждения ввода бюллетени в режиме тестирования нажмите «Да». Опускаете тестовые бюллетени. Для окончания тестирования нажмите «Нет». Ну опускайте, но он у вас действительно будет сейчас на тестировании. Он его примет, он там останется. Действительный бюллетень. Каибы в значительной степени автоматизируют и облегчают работу членов участковых избирательных комиссий. Доля ручного труда при подсчете голосов и оформлении итогового протокола сводится к минимуму. Результаты голосования определяются быстро и точно. Те участки, где работала автоматизированная система газвыборы Каибы, они самыми первыми сдали отчетность. То есть это ускоряет процесс обработки бюллетеней. Ну и мне кажется, что здесь все честно. Это выборы прозрачные, голосования вернее и открытые. Последнее утверждение важно для избирателей, которым не безразлично, каким образом будут посчитаны их голоса. Кстати, избиратели никаких проблем с использованием такой сложной техники не испытывают. Есть информационные плакаты. Тот, кто не очень хорошо читает, услышит саму машину, которая комментирует каждое действие и говорит, что нужно делать. Но если проблемы остаются, на помощь придут члены участковой избирательной комиссии. У нас обязательно в любом случае стоит человек, который проходил обучение по работе Каиба. Девушка всегда стоит рядом. То есть там, в принципе, сложности-то нет. Перекос там допустить очень сложно. У каждого Каиба обязательно висит информационный плакат, как им пользоваться. Есть кнопка помощи. То есть человек не может остаться там брошенным и не сметь проголосовать. В ходе тренировки комплекс был испытан и в рабочем режиме. Каждый ее участник получил два бюллетеня. Потому что 14 сентября мы будем выбирать не только депутатов городской думы, но и губернатора Тюменской области. Работа способной системы подтвердилась и в этом случае. Мы все убедились, что он работает корректно, правильно. Мы его протестировали в самом начале. Мы проголосовали. Затем я возьму флешечку с него и загружу эти данные в свою государственную автоматизированную систему с результатами. И у меня компьютер покажет, как мы проголосовали. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. Татьяна Попова, Игорь Борисов и Максим Мячин. Программа «Время местное». Спасибо. Спасибо. Спасибо.